У нас модно в Украине, особенно по телевизору, разные эксперты. Я уверен, что вы тоже часто повторяли этот тезис, что Украина воюет с Россией. — Конечно. — Я видел, как Россия воюет в Грузии. Много видеоматериалов, отчетов, разборов и так далее, анализов экспертов. Я видел, как Россия воюет в Сирии и сейчас. Если просто сравнить, то Россия не воюет в Украине. — Не соглашусь абсолютно. — Аргументируйте, потому что там действительно… — Во-первых, военные действия, с точки зрения военной науки, они имеют разную классификацию. То, что происходит сейчас у нас на Востоке, начиная примерно с конца 2015 года, по международной классификации военных конфликтов, это называется военный конфликт низкой интенсивности. Вот и все. — Это совсем не означает того, что против тебя не воюет конкретно какая-то страна. Это первое. Второе. Если взять период 2014 года, существует масса фактов, причем сдокументированных, присутствия российских военных на территории Украины, в том числе с тяжелым вооружением. — Хорошо. Дальше. — Международным экспертам в сообществе и сейчас это уже зафиксировано как одна из технологий. Речь идет о так называемом использовании прокси-формирования. Мы сейчас только об этом начинаем говорить, только лишь потому, что это коснулось непосредственно нас. Но в принципе эта технология, она уже давным-давно известна, успешно отработана. — Если продолжать эту логику, значит в Сирии воюет Россия с Соединенными Штатами Америки. — Опосредованно. — В таком же раскладе, как у нас Россия, условно-сообщество. — Опосредованно, да. — В таком, если продолжать эту логику, Франция воюет против Италии и Турции. В Ливии. Если вот брать конкретно Йемен, там получается Саудовская Аравия воюет с Ираном. И получается таких войн, как на Донбассе. Мы не уникальны, а это просто одна из форм конфликтов, которые выгодны. — Я же сказал, что мы сейчас об этом говорим, мы в стране об этом сейчас говорим только лишь потому, что сейчас это коснулось непосредственно нас. А в принципе ничего нового в этих технологиях, которые используются много лет, не существует. — Если вот опять же возвращаться к ситуации в Украине, то вот как вы уже, наверное, сами отметили, территории, где происходит столкновение крупных геополитических игроков, в основном-то потери несут они. И хуже всего этим странам, на территории которых происходят эти конфликты. И вот как вы считаете, все-таки в первую очередь, наверное, это ответственность местных наших элит, что они допустили на своей территории подобную ситуацию? То есть они сделали все для того, чтобы, по сути, Украина превратилась просто в территорию боевых действий? — Да нет, я так не думаю. Я читал этот тезис Путина о том, что отношения Украины и России, мол, испортились задолго до Крыма. — Ну, не задолго, я так понимаю, апеллирует в Майдан. — Да. То я хотел бы... Нет, у меня возможности, в телефоне у меня есть фотографии из Донецка еще 2012 года, где заседает некое отребье, трибуны застелены флагом Российской Федерации и флагом Донецкой Народной Республики 2012 год. Как человек, который последние годы посвятил немало изучению тех процессов, которые у нас абсолютно неправильно называются гибридная война, что война есть война, она ведется разными способами, в том числе гибридными. — Но мы уже перечислили, да, где и в какой форме. — Далеко не все мы перечислили. — Хотя, что это самое яркое. — Потому что мы уделяем больше внимания применению вооруженной компоненты. На сегодняшний день, даже если изучить доктрину Российской Федерации и работы генерала Герасимова, то официальном уровне Российское милитарное министерство осознает и признает, что на сегодняшний день 80% успеха в реализации стратегических задач государства осуществляется невоенными методами воздействия. — Ну это так, как надо, расширялось, кстати. — А мы по-прежнему обращаем внимание исключительно на военную компоненту в том или ином государстве. — Вы абсолютно правы, потому что если, опять же, просто взять и проанализировать стратегию развития НАТО и НАТОвских баз, это точно так же, там даже на 100% сыграла компонента, которая идет абсолютно без вооружения. И страны сами открыли двери и позволили заместить НАТОвские базы у себя на территории. И Россия, скорее всего, в роли догоняющей этой войны нового поколения. А в приоритете получается, на практике, то, что без войны фактически расставить свои базы на территории, это, конечно же, страны НАТО. — Ну, во-первых, это суверенное право любого государства, независимо от того, является оно вашим соседом или нет. — Вам лично это может нравиться или не нравиться? — Мы сейчас не говорим про юридическое поле, мы сейчас говорим про данность, которая уже произошла. — Она, может быть, и дальше будет происходить, а может быть, и сокращение блока НАТО. Позиция Франции регулярно меняется. Ведь у нас подавляющее большинство людей даже и не знают, что блок НАТО — это не чисто военный блок. Это военно-политический блок. И в политической составляющей тоже процентов 70-75. Политическая составляющая этого блока. — КАРТОР. — КАРТОР. — КАРТОР. Продолжение следует...